Всем привет, это AlicAid Program, и сегодня начинается мой 24-й видеоурок, причиненское программирование Scratch. Сегодня мы с вами сделаем классный трактированный программ под нахождением нода, если мы расшифруем, то это будет наибольший общий делитель. В прошлом видеоуроке, как многие знают, мы находили наименьшее общее кратное. В данном случае нам практически ничего не придется менять, единственное, нужно будет взять программу нока наименьшего общего кратного и немножко переделать под программу нода. Так, давайте ее рассмотрим. Вначале проверки валидности числа и введения числ А и Б у нас здесь ничего не меняется. После у нас идет условие «если иначе». Если А равен Б, тогда нод будет, как хотите, либо равен числу А, либо равен числу Б, и останавливается все. Иначе, если А не срабатывает, то у нас идет условие «если А больше, чем Б», то мы проверяем, а А на основе делится на Б, если да, делится, тогда нодом будет число Б. И все. Иначе, если оно не делится, то у нас здесь вызываются две функции – разложение на простые нодки для числа А и числа Б. Так, давайте рассмотрим разложение числа А. Здесь мы будем ее раскладывать, потому что в ноде нам понадобится число А, разложенное. Здесь у нас что происходит? У нас проверяется, а А наш сладкий на простой множитель? Если да, тогда мы задаем число А в значении результата деления А на простой множитель. Потом мы добавляем наш простой множитель в массив числа А и опять обнуляем наш простой множитель. Для чего мы его обнуляем? Потому что потом нам придется опять же раскладывать число А, которое у нас уже получилось. Иначе, если у нас простой множитель, если у нас А не будет делиться на простой множитель, тогда мы должны его изменить на единицу. И так будет продолжаться до тех пор, пока А не ставит равен единице. Потом нам задаем конец списка, специальную переменную, значение в длину списка массива числа А. И простой множитель в значении 2, потому что он нам потом понадобится в разложении на простой множитель числа Б. Там мы вызываем разложение на простой множитель числа Б функцию. У нас здесь происходит практически все то же самое, что и в числе А. Здесь мы также, как и в числе А, будем наше число Б раскладывать на простые множители. Да, у нас здесь происходит, что условие А, Б на село делиться на простой множитель, которое мы перед этим уже задали в значении 2, вот здесь вот, в конце разложения числа А. Если оно делиться на село на простой множитель, тогда мы задаем число Б в значении, результат деления Б на простой множитель и добавляем для наглядности этот простой множитель к массиву числа Б. Вот он у нас, массив числа Б, здесь на экране. Потом мы должны искать в массиве числа А тот простой множитель, который мы добавили в массив числа Б. Если мы его найдем, то тогда мы задаем этот элемент, который стал равен простому множителю, мы его задаем в значении 1, чтобы потом на него опять же не наткнуться. И задаем флаг установки в значении 1. Для чего мы его задаем, я вам сейчас расскажу. Иначе, если мы ничего не находим, то мы изменяем элемент на 1. Флаг установки равен 1. Проверяем условие. Если да, он равен 1, то есть мы нашли совпадение, то тогда мы задаем нод, нод умноженный на простой множитель. И добавляем наш простой множитель для наглядности, опять же, в массив чисел нод. Да. После у нас мы задаем все переменные в обнуление. Мы задаем простой множитель в значении 2, флаг установки в значении 0, чтобы потом он нас не проверил, опять же, и не вывел нас с цикла. И элемент в значении 1. Иначе, если у нас остаток b на простой множитель не будет равен единице, то мы сдаем его в... то мы изменяем его на единицу. Бывает такое, что оба числа не делятся ни на что вместе, они только делятся на единицу. У нас здесь тоже есть такое условие, что если нод будет равен единице, вот здесь у нас это условие, то мы поговорим то, что для введенных чисел нод равен единице. А теперь давайте протестируем нашу программу. Итак, давайте сначала введем обычные числа. Мы вводим 55 для наглядности и 33. У нас здесь расложилось. Итак, давайте посмотрим. Когда мы раскладывали 55, что у нас здесь должно было появиться? 5 и 11. Когда мы раскладывали b, у нас здесь появилось 3 и 11. 11 мы проверили. Да, у нас мы нашли совпадающий элемент. Да, мы поменяли элемент массива числа а на единицу. У нас здесь все сработало. И нодом стал 11. Все правильно, потому что 3 не равен 5, и 3 не было равен 11. Теперь давайте протестируем тот случай, когда у нас а начало делиться на b. Опять тестируем. Мер пусть будет 50 и 10. Оно поделилось, но там стал 10, то есть b. Когда а будет, это будет все то же самое. Давайте теперь введем числа, у которых будет нод 1. В данном случае это будет 63 и 45. Вот у нас готово. Мы разложили 45. Это будет 3, 3, 5. И 563 ни на что не делится. Вообще только на 563. Итак, мы пробовали все варианты, что у нас были. Так, ну это на этом все. Не подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а так, всем удачи, всем пока, друзья.